Олег Жукжда, хорошо знаком рязанской публике по спектаклям «И наказание», «Снился мне сад», «Женитьба», «Король-олень», «Маленькие трагедии», «Сон в летнюю ночь». Жанр новой постановки сам режиссер определил как парафраз на гамлетовские темы. Основа сюжета осталась шекспировской, но наибольшее внимание уделено не конкретно Гамлету, а его семье, а именно взаимоотношениям с матерью, Гертрудой, королевой Данией. Спектакль этот необычный во всех смыслах, не только для нас, но и в целом в театре и в театре кукол. Такие прецеденты случаются крайне редко. Это большой международный проект, работа над ним длилась несколько десятилетий. Впервые за 10 лет на сцене появляется директор Рязанского театра кукол. Он исполняет роль, которую принято по-русски назвать «Тень отца Гамлета», хотя у Пастернака, а мы играем именно в переводе Пастернака, называется «Король Дани». Интересы добавило сочетание классического перевода Шекспира Борисом Пастернаком с вольным изложением текста творческой группы, что помогло создать комические эпизоды. В постановке множество хореографических сцен различной направленности находкой режиссера стало так называемое смешение эпох. Действие происходит в 13 веке, а действующие лица в современных костюмах, что тоже прибавляет комизма. Я играю более комедийные роли, а это все-таки какая-то более серьезная роль с каким-то таким глубоким смыслом. Клавдий в нашем спектакле все-таки не совсем в таком классическом виде представлен. Он более представлен в поддающейся все равно роли, потому что сверху все равно Гертруда, которая больше манипулирует и им, и другими людьми. И Клавдий как бы думает, что он может много чего сделать, но по правде это совсем не так. За счет своеобразной постановки Жукждинский «Гамлет» не кажется таким уж трагичным. Хоть «Гамлет» и известное произведение, но все же перед походом в театр почитайте оригинал, что поможет не отвлекаться от темы. Премьерные спектакли «Гертруда», «Дании», «Краса и королева» и этот, как его, «Принц датский». В Рязанском театре кукол пройдут 5 и 6 сентября. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!